Всем привет! Мы сегодня поговорим о психологии. Я немножко расскажу о своей истории. Меня очень сильно затронуло видео о буллинге в школе. Оно такое, в принципе, незаметным прошло. На канале у Собчак был, канал «Осторожно, Собчак». Я оставлю ссылку на него. Я неоднозначно отношусь к Ксении Собчак, назовём так. Я практически уже не смотрю никакие видео её, из-за каких-то её взглядов в позиции, которые я не разделяю. Но я всё равно продолжаю говорить, что она очень умная женщина по жизни вообще. Она очень прошаренная, хитрая. И иногда очень важной темой поднимается. Вот это видео про буллинг, психологию, как оно вообще снято, оно очень правильное с психологической точки зрения. Я бы вам всем рекомендовала, особенно у кого есть дети, у кого они планируются. И если тебе, не знаю, от 10, может быть, даже младше, и до 50, это желательно посмотреть. То есть если ты сам ребёнок, или ты планируешь детей, или у тебя дети уже есть. Особенно рекомендовано для родителей, у которых есть дети, которые учатся где-то в школе. И, в общем, это настольная книга вообще, это видео. Оно очень полезное. Я хочу, знаете, когда смотрела, у меня просто такой флешбек пошёл. Я вспомнила, как в нашей школе, в моём классе булили других детей. И я захотела об этом поговорить. У меня были не очень приятные воспоминания. Сейчас с позиции взрослого, с позиции родителя. Я смотрю по-другому, конечно же, на всё это. И мне бесконечно стыдно вообще за то, что это было в моей жизни. Но это опыт всё равно, да. И хорошо хотя бы во взрослом возрасте мы можем это пережить. Я в конце хочу дать рекомендации родителям, что делать, и вообще о причинах буллинга немножко рассказать подробнее. Потому что подростковая гендерная психология — это была тема моей дипломной работы, которую я на отлично защитила. Я в этой теме шарю. Я работала, свою практику и диплом писала в коллективе в школе в детском средних классах. То есть я знаю, о чём говорю, про буллинг и всё прочее. Немножко про себя я расскажу, да, про нашу историю. У нас в классе, это были средние классы с пятого по девятый, у нас были ребята, которых два мальчика слабых таких, да, которых булили. И у нас класс был разделён на группки сильных. Ну, как всегда, в любом коллективе звезда есть, приближённые, лидеры отдельно и так далее, изгои тоже и средняя масса. Вот я была в числе к средней массе. И мне, я честно скажу, почему я, например, не заступалась или явно как-то не выступала против. Я не поддерживала это, но я не была супер как-то против. Я не была, принадлежала к слойке. Я общалась с группой, которая была такими сильными. Я была в этой компании, если так можно выразиться. Но я не поддерживала их буллинг, который они делали. Я старалась закрывать глаза и делать вид, что, типа, ничего не происходит. Но это возраст, типа, знаете, пятый, шестой класс. И мне сейчас за это, конечно, очень сильно стыдно. Я считаю, как взрослая. Я не знаю, почему в детстве я этого не делала. Мне было страшно. Мне было страшно, что это компания, которые дерутся, бьют. Это были, кстати, в нашем классе, это были девочки, не мальчики. А вот эта женская агрессия, она ещё страшнее. И это прям были девочки такие из плохих семей, на самом деле. Я знаю, что они очень травмированные были. Я с ними, на самом деле, потом неплохо общалась. Я, когда их раскусила, как бы... Это буллинг, он потом потихонечку закончился. Но какой-то период, типа, ля, один год, там он длился очень острый. Там родители вызывали, собрания всякие собирали. И мне было страшно, что если я буду заступаться как-то, то это всё обрушится и на меня, в свою очередь. То есть это какой-то инстинкт самозащиты. Не высовываться в этот момент, иначе можешь всю эту агрессию на себя принять. Как психолог скажу, и как тогда даже я понимала, что тот, кто буллит агрессора, он сам либо подвергался буллингу, либо у него тяжёлые проблемы в семье, его буллят или его абьюзят. То есть условно этот человек сам пережил какое-то нападение на себя, атаку, либо в семье это периодически переживает. Эти девочки были, они на самом деле, из нехороших семей. Они были те девочки, которыми не занимаются родители. Эти девочки имели доступ, например, к алкоголю, к сигаретам и так далее. Я понимаю, прекрасно, что они недолюбленные дети, брошенные своими родителями. Ну, мы не в этом ковыряемся, да. У нас были два мальчика. Один просто слабый такой ботаник, а другой, ну, прям реально по жизни очень противный чувак. И он учился ещё даже с моей старшей двоюродной сестрой в школе. И он много-много раз оставался на второй год. И он такой, знаете, по жизни у него было как бы прозвище, я, наверное, назову, как крыса, да, такое. Он был такой предатель, сдать кого-то, ещё что-то. Крайне неприятный тип был всегда. Я тоже понимаю прекрасно, что это из-за отношений в семье. У них довольно-таки абьюзивный папа был, тиран домашний, он бил своих детей. Потому что моя вот эта сестра двоюродная, она жила с этим мальчиком, потом по соседству он, на самом деле, с ними в одном подъезде. Я сейчас уже, анализируя, понимаю, почему он такой был с таким характером, такой не очень приятный тип по жизни. Его даже учителя не очень, честно говоря, любили. Ну, он такой мерзкий чувак. Но это его защита тоже была. Потому что дома ему надо было быть таким. Его таким сделали родители. И в их воспитании, назовём так, это нельзя воспитание называть, это агрессия на детей своих. И второй мальчик такой слабенький был, он не мог за себя постоять. Вот мне его максимально крайне жалко, конечно. Я сейчас понимаю, что он вообще не заслуживал это. И вообще никто не заслуживает к себе такого отношения буллинга. Я могу сказать, почему буллинг происходит. Вообще буллингу может быть подвергнут любой человек, который как-либо в какой-то период жизни выделяется чем-либо. Либо своими слабостями он не может за себя постоять, а дети это чувствуют. Дети, кстати, самые жестокие коллективы, если что. И если он выделяется чем-то хорошим. То есть в любом случае со знаком плюса или со знаком минуса это какое-то выделение из общей массы. В буллинге всегда есть несколько стадий. Можете погуглить об этом. Но самую первую стадию, если вы боитесь быть подвергнуты буллингам. Буллинг, кстати, есть и выше. То есть институт, работа, коллектив тоже. Не только где дети. Это самая просто более общественно приемлемая, активная такая среда, где дети борются за личные границы. Вот проверяется сначала личные границы. Позволяет человек себя буллить или нет. То есть он дает в этот момент слабину, не отступает как-то, не дает отпор достойно. Его начинают буллить. Вот и все. Механизм срабатывает в тот момент, когда его проверяют. Он не ответил, дал слабину. Подписал себе приговор. Там дальше идут уже другие стадии. Как себя вести? Вообще первое, если меня смотрит тот, кто боится быть жертвой буллинга. Кто учится где-то или работа тоже может быть. То есть разный возраст. Всегда нужно говорить о том, что ты не молчать. Вам надо просить о помощи. Особенно если ты ребенок, ты где-то учишься приходить, говорить родителям. Тут уже другой вопрос. Это уже рекомендация родителям. Вы должны слышать своих детей. Самое худшее, что вы можете сделать, а не преувеличивай, преуменьшить проблему ребенка, закрыть глаза, не заступиться за него, сказать, иди решай сам. То есть, по сути, его кинуть. Если к вам ребенок пришел за помощью, это говорит, что вы уже последняя инстанция, и вы родитель. Априори, вот самооценка ребенка, это чувство защиты из семьи от родителей. Вы обязаны его защищать. Если не вы, то кто? Кто эту работу будет делать за вас? Некому. А он ребенок, он сам не может. И вы вообще для начала, как родители, если к вам приходит ребенок, которого буллет, и который буллет, которого обижают, для меня это всегда показатель. Я в работе сталкиваюсь с такими рассказами. Это, как правило, родители не поддержали в семье, не уделили внимания проблемам. Ребенок ослаблен, он приходит в коллектив, и там его слабость чувствуют. Его начинают булить. Он выделяется своей слабиной. И за ним нет поддержки в семье, чтобы за него кто-то пришел и что-то решил, и, скажем так, поднял эту тему в обществе, за него заступился. Это первое. А второе, если у вас ребенок пришел, или вас вызвали в школу, сказали, что ваш ребенок обижает других детей, и как-то их гноит и буллет, надо узнать, в чем проблема. Не орать на него, это там, ты сволочь, так нельзя, я тебя не так воспитывал и так далее. Это, говорит, опять же, у вас проблемы с коммуникацией с ребенком. У него есть повышенный уровень агрессии. Агрессия, как правило, у детей, это инстинкт самозащиты, самосохранения, это повышенная тревожность. Он атакует слабого, потому что либо его где-то обижают, или он сам прожил какой-то акт агрессии, или психотравму на эту тему. И сейчас это вымещает таким образом, или защищается, чтобы он мог увидеть, если он будет успешного в классе, сразу в основном это угроза его самооценки, его безопасности. Он в нем увидел угрозу, поэтому нападает первым, он себя так защищает. Она говорит о том, что проблема ребенка вашего, агрессивного агрессора, началась еще раньше, когда его где-то будили, или обижали, или вас в семье вообще-то скорее. Посмотрите, как папа и мама с ним общаются. Очень часто дети несут это из семьи, конечно, в общество, что в семье это происходит, что его булит родители в семье, когда слишком жесткое воспитание, проблемы с выражением эмоций в семье, любви и так далее. В общем, вы как родители должны прислушаться к ребенку. Если вашего ребенка обижают, вы максимально должны порвать на себе тельняшку и пойти заступаться за вашего ребенка. Даже если у вас нет времени, ребенок у вас уже взрослый. Эта тема сначала поднимается с классным руководителем, затем это выносится на уровень повыше. Если вы видите, что ничего не предпринимается, вообще очень важен классный руководитель или учитель в коллективе, если мы берем школу, они очень часто могут заметить, то есть это их где-то недоработка, они должны видеть настроение в классе и поднимать, скажем так, тревогу, вызывать родителей, разбирать эти ситуации, не запускать, а выяснять и ликвидировать. Тем самым ликвидируется буллинг обычно. Не запускать эту историю. У нас в классе, скажу так, эта история решалась уже на таком уровне школы, детской комнаты милиции или как там, да, по делам детей, когда девочки уже мальчику пробили просто голову, него избили. С повреждениями, что у него была фиксирована там кровь, там сотрясение, что-то еще. И когда их начали таскать уже по полиции и всем прочим, тогда они напугались очень сильно, им дали хорошую трепку дома, и они перестали это делать. Но все равно психологичный, пассивный буллинг все равно был, они все равно как-то поддергивали, но уже они боялись прикоснуться, боялись там, не знаю, сумку кидать, пинать, там еще что-то делать такое. Они уже этого не делали. Потом это потихонечку сошло на них. Ну вот, давили до апогея, пока не началось каких-то травм крови и всего прочего в полиции. Только, короче говоря, тогда эту историю купировали. Чтобы вы посмотрели это обязательно видео, напишите ваши комментарии, подвергались ли в детстве буллингу. Если да, то как вам удалось это преодолеть, решить эту ситуацию? Самое главное, поддержали ли вас тогда родители? Помогли ли они вам решить ситуацию? Я уверена, что огромная статистика, если мы посмотрим, почитаем комментарии, это статистика из моего опыта работы. Буллинг был или продолжается, когда родители в семье не дают ребенку чувства защищенности, протекции или не защищают его. Он ослаблевает, становится слабым и становится некой мишенью для тех, кто может буллить, кто может быть сильнее за счет него, закрывать свои какие-то потребности в самооценке, завышаться и так далее. К сожалению, тому могут быть подвергнуты абсолютно все, и мужчины, и женщины, и в любом возрасте. И буллинг бывает абсолютно разный. Просто школьные примеры, они самые явные и очень часто встречающиеся. И потому что еще детский коллектив, дети, они очень жестокие, они не боятся, назовем так, угрозы смерти и так далее. У них эти страхи еще не совсем сформированы, смотря еще какой возраст, но до подросткового вообще этих страхов нет. Поэтому не боятся так сильно наказаний, страха смерти и всего прочего. И они позволяют себе, знаете, они максимально безбашенные и жестокие. В этом их опасности есть. И родители, просто относитесь внимательно к вашим детям. Мы спрашиваем, когда они приходят со школы. Не просто, как твои дела, он отмахивается, да нормально. Это, знаете, каждодневный вопрос. Я вас научу, как лучше спрашивать вашего ребенка. Если вот вы на себя примете, напишите, вам бы в детстве такое было приятно услышать. Да не когда тебя каждый день штампа, вас спрашивают, как у тебя дела, а тебе даже если проблемы, ты отвечаешь, отмахиваешься, да нормально же не буду. Маме в своих проблемах рассказывать, особенно если там мальчик, да, как-то негоже делиться, быть слабым. А ребенку нужно спросить, как у тебя было сегодня настроение? Что ты там сегодня чувствовал? Ты сегодня грустила или веселилась? У тебя позитивный добрый день был? Никак дела. А что ты сегодня чувствовал? В первое время ребенок может отмахиваться и говорить, да все нормально. Но когда он увидит, что вы регулярно задаете этот вопрос, вы реально интересуетесь, со временем он начнет вам открывать свои эмоции. И тогда он уже вам может прийти, рассказать историю и сказать, да нет, мне сегодня было грустно. И вы можете уже спросить, а почему? Что там случилось такое грустное? Ну-ка расскажи, поделись. И если у вас этот контакт был утерян, не забывайте ребенку напоминать и говорить, ну ты мне расскажешь, тебе уже легче станет. И я тебе обещаю, гарантирую, что бы там не было в этой истории, я ругать тебя не буду. Я приму тебя любым в этой истории, такой какой ты есть, даже если ты там в чем-то виноват. Тебя мама любит любым абсолютно. Это вся база любви родителей и детей. Безусловно, без условий принимаю тебя любым. Спрашиваем о эмоциях, ребенок начинает открываться, и мы его не отвергаем, ругаем, а принимаем таким, какой он есть. Вот и все. Обратите внимание на это. Видите, вообще тема очень важная. Дети все это переживают и мало приходят к своим родителям. Если вы узнали, что ваш ребенок подвержен буллингу, у вас вроде тип нормальные отношения были. Но ваш ребенок страдает и к вам не пришел за помощью. Для вас это звоночек того, что у вас не все в порядке с взаимосвязью с ребенком. Он боится где-то вам открываться, чего-то боится. Имейте это в виду. Это очень важно. Обратите внимание на то, как вы общаетесь и работаете в этой сфере. Узнавайте у ребенка, почему он вас боится или хочет от вас что-то скрывать. Спасибо за внимание. Буду ждать ваших комментариев. В инфобоксе под видео моя почта. Если вам нужна консультация психологическая моя, пишите, консультация психолога, я вышлю условия и расценки. Если вам нужно опубликовать историю от анонима, и я бы дала публично свои какие-то рекомендации, разбор психологический, вашу историю, пожалуйста, тоже на почту. И также в инфобоксе ссылка на телеграм-канал новостей о Турции. Подписывайтесь и следите за самыми свежими, актуальными новостями в стране. Скоро увидимся. Всем пока.